МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Энжемосонную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакин. Сегодня в выпуске. Карагандинская область полным ходом готовится к возможным паводкам. Глава региона Ерлан Кушанов лично выслушал каждого, кто ответственен за безопасное прохождение паводковых вод. 5 марта президент страны Нурсултан Азарбаев выступил с обращением к народу Казахстана. Он озвучил 5 социальных инициатив. О мерах по их реализации шла речь на заседании актива Карагандинской области. В Караганде стартовал конкурс «Бизнес-леди Казахстан». Организаторы поведали об условиях участия, призах и новых возможностях, которые откроются перед участницами. Обо всем более подробно. В регионе полным ходом идет подготовка к паводковому периоду. Построены защитные валы, произведен ремонт дамб и расчистка паводкоопасных русел рек. Об этом Акиму области доложили участники заседания областной комиссии. На очередном заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудили подготовку к паводкам. Напомним, в прошлом году во время весенних паводков подтоплению подверглись более ста жилых домов. В целях минимизации подобных последствий в этом году подготовка к паводковому периоду началась с февраля. О принятых мерах рассказал начальник ДЧС по Карагандинской области Ибрагим Кульшимбаев. «Всего на территории 34 населенных пунктов построено более 53 километров дамб и защитных валов. Из них построено новых 42 километра и произведен ремонт на 10 километров существующих дамб. Проведено спрямление берега укрепления расчистка 7 километров русел паводкоопасных рек. В том числе в рамках дорожной карты комплекс мер по предупреждению устранения паводковых угроз на 17-е и 20-е годы возведено 6 защитных земляных валов в населенных пунктах Бухаржуравского, Каркаролинского, Нуринского района». Уделили внимание и вопросу демонтажа переезда, который находится на дороге между Тимиртау и поселком Габидена Мустафина. Ранее заместитель Акима области Анатолий Шкарупа уже выезжал на местность и отмечал необходимость демонтажа слаболучного переезда, который представляет собой угрозу подтопления населенного пункта. Глава региона Ерлан Кушанов поручил своему заместителю разработать проектно-сментную документацию на постройку автомобильного моста, который будет финансироваться из республиканского бюджета. «Конечно, через республиканскую надо поддерживать. Это через карьер, это есть объездной путь, и мост через Тимиртау, он прямой есть у нас. Все, честно говоря, это проблема, Анатолий Шкарупа абсолютно правильно поднимает вопрос. Через республиканский, если есть возможность. Мы планируем заявить его в республику, мы его сами не вытянем, этот мост. Его надо заявлять в республику. Ну вот он говорит, заявляйте в республику, заявляйте. Что хочет сделать? Делайте поезды и заявляйте. На заседании выступил и собственник Шкаловской дамбы Валерий Громов. Он пояснил, что не раз обращался в Акимат с целью передать дамбу в государственную собственность, так как не имеет средств для ее содержания. Уровень мой как собственника не несет нагрузки, чтобы эта собственность принадлежала мне. Поэтому в том году я обратился в областной Акимат с письмом, чтобы дамбу передать собственность государству. Но мне вернули документы ввиду того, что там не все было, ну, хотя там что может быть непонятно. Я хочу отдать. Поэтому я хочу вернуться к этому вопросу. Дамбы собственные у нас не должны находиться в собственности. Потому что нести ответственность за людей только имеет право государство. Валерий Громов, если вы документы в полном объеме не внесете, комиссия не примет, тогда вы и в следующий год, и в последующем будете нести ответственность. Поэтому я вот поручаю Шайдарову, Сергею Жамакуловичу, чтобы он собрал все заинтересованные стороны, вас, там, управление экономикой, природных ресурсов, и вместе найдите пути решения. Не затягивайте. В этом году я чувствую, я исправку наводил, я занимался этим вопросом, что собственник сейчас не потянет содержание этой дамбы, а там за ними есть населенные пункты, да, Зава? В завершении заседания глава региона заявил, что не стоит полагаться на положительные прогнозы КАЗ-гидромета и ослаблять подготовку к весенним паводкам. Ерлан Кошанов поручил всем ведомствам своевременно выполнять работу по минимизации рисков подтопления, чтобы в этом году обошлось без потерь. Товжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Премьер-министр страны Бахичан Сагентаев обозначил сроки по выполнению новых социальных инициатив Нурсултана Назарбаева. По его словам, Национальный банк разработает новую ипотечную программу. Будет создана специальная организация. По снижению налоговой нагрузки глава Кабмина поручил ряду министерств обеспечить введение пониженной ставки индивидуального подоходного налога с 1 января 2019 года. В Казахстане идет бурное обсуждение нового обращения Нурсултана Назарбаева. О мерах по реализации инициатив шла речь на собрании актива в Большом зале областного Акимата. Президент Казахстана озвучил пять социальных инициатив, которые поспособствуют экономическому росту страны. На селекторном совещании, посвященном обсуждению обращения президента, присутствовали депутаты, ветераны, руководители профсоюзных и неправительственных организаций, а также представители творческой и научной интеллигенции. Свои мысли о реализации пяти социальных инициатив высказали представители этнических объединений. И каждый услышал для себя что-то важное, что поможет решить конкретную семейную проблему. Кто-то может теперь улучшить свои жилищные условия, чей-то ребенок сможет теперь получить поддержку государства при получении образования. Доходы многих казахстанцев увеличатся благодаря налоговому послаблению и льготному кредитованию. Помимо того, что газопровод решит большие экологические проблемы городов, но также его строительство позволит создать новые дополнительные рабочие места именно в нашем Карагандинском регионе. В обращении главы государства говорится о доступности высшего образования и жилья, снижении налоговой нагрузки, расширении микрокредитования, а также дальнейшей газификации страны. Для осуществления последней инициативы Нурсултан Назарбаев поручил реализовать проект по строительству магистрального газопровода по маршруту Караузек, Жасказган, Караганда, Тимиртау, Астана. Глава региона Ерлан Кошанов поведал о том, как данный шаг отразится на жителях Карагандинской области. Главной задачей данного проекта является обеспечение населенных пунктов области природным газом за счет западного месторождения – это Карачаганак, Дингис, Ашаган. Протяженность трассы газопровода до Астаны составит более 1100 километров. При этом 80% пройдет по территории нашей области – это 820 километров. Охват населения составит порядка миллиона человек. Только вдумайтесь, это практически 70% населения нашей области. Строительство газопровода позволит обеспечить жителей крупных городов и населенных пунктов природным газом, а также положительно отразиться на экономике и экологии страны. Геннадий Овчаров, который имеет немало опыта в газовом хозяйстве, четко обозначил преимущества строительства газопровода. Производительность труда – самое главное, как сказал классик. Самое главное, там еще дальше продолжение есть – производительность труда. Второе – экология. Третье – рабочие места. Вот сейчас, когда я начну строить газопровод, сегодня я уже там объяснял, организации нужно давать, котельные нужно переводить на газ, нужно людей обучать, нужно людей где-то искать. И потребность в кадрах возрастает в разы. Вот сколько будут денег уложено, все это обернется тем, что возрастет производительность труда. Производительность труда для Казахстана – этот Казахстан выходит в лидеры мировых стран. Акимобласти отметил, что работа по реализации пяти социальных инициатив должна начаться уже сейчас. Ерлан Кушанов поручил уделить особое внимание газификации, так как 80% газопровода будет проходить по территории Карагандинской области. Для выполнения поручения главы региона его заместитель Анатолий Шкарупа отправится в столицу на встречу с представителями компании «Каз-Трансгаз» и центральных государственных органов. Товжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Обращение президента страны Нурсултана Назарбаева – это убедительное подтверждение неизменности его стратегического курса на социальную модернизацию нашего общества. Пять социальных инициатив главы государства – это грандиозная программа социальных перемен. Таково мнение большинства казахстанцев. Пять социальных инициатив президента – это комплекс уникальных и беспрецедентных мер, направленных на повышение благосостояния всех казахстанцев. Первый заместитель председателя областного филиала партии Нуратан Кардиша Успанова отметила большую роль партии в обеспечении качественной реализации данных задач. Она также отметила, что выступление Ельбасы на совместном заседании Палат парламента можно назвать историческим. Особенно бы я хотела остановиться на таких вопросах, как, допустим, снижение налоговой нагрузки, потому что люди, те, кто получает низкую заработную плату, они по поручению Ельбаса, значит, будет принято решение о снижении налоговой нагрузки почти в 10 раз. Я думаю, это как раз поможет тем людям, которые получают низкую заработную плату, меньше платить налоги. Я думаю, здесь какая-то определенная социальная справедливость. Особое место глава государства уделил развитию молодежи среди социальных инициатив доступное и качественное образование. Большим шагом вперед и огромной поддержкой станет увеличение количества грантов для учащихся вузов. Дополнительно предусмотрено 20 тысяч грантов. Особенно вниманию уделено решению жилищного вопроса. Разработана специальная программа, которая позволит молодым семьям приобрести собственное жилье. Если в отношении, сказать, жилье для молодежи, новая государственная программа, которая разрабатывает 7, 20, 25, никогда в истории Казахстана не было, чтобы вот в такие короткие сроки, в минимальной заработной плате и минимальной процентной ставке можно будет получить свое доступное жилье. И безусловно, здесь имеет место быть решение проблем молодых семей. У нас вот порядка 40 тысяч молодых семей имеется в Караганинском регионе и я думаю, что это послужит огромным хорошим таким предпосылом для решения бытовых проблем молодых семей. Сегодня партийцам необходимо довести до граждан задачи, а также обеспечивать общественный контроль над исполнением инициатив президента, заявили в областном филиале Нур-Отана. Также было отмечено, что все президентские инициативы продуманы, реалистичны и опираются на четко просчитанные возможности отечественной экономики. Главная задача на сегодня – это разъяснение пяти социальных инициатив среди граждан. Такую задачу себе поставили представители молодежного крыла Жасотан. Не откладывая дело в долгий ящик, жасотановцы отправились в народ, чтобы каждому объяснить и разъяснить все пять социальных инициатив главы государства. Каждый второй студент в Казахстане сможет обучаться по государственному гранту. Новая ипотечная система сделает счастливой тысячи семей. Об этом и о многом другом идет речь в обращении президента народу Казахстана. Пять социальных инициатив Назарбаева – уникальная для евразийского пространства программа повышения благосостояния, особенно молодежи. О преимуществах инициатив рассказывают члены молодежного крыла Жасотан. И сегодня мы в лице молодежного крыла Жасотан вышли с акцией в поддержку данных инициатив. Мы проводим акцию во всех областях Казахстана, разъяснительную акцию, где мы разъясняем населению, молодежи в частности, о данных инициативах. Среди других инициатив президента – новая ипотечная программа под 7% на 25 лет, снижение налогов до 1% для тех, кто получает низкую зарплату, проведение газопровода в Астану, строительство общежитий для студентов, увеличение грантов и повышение зарплат и пенсии учителям. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей, и они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку, а теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 431 проект по программе Рухани Жангру представлен Карагандинской областью. Все эти проекты зарегистрированы в администрации президента. Об этом на заседании экспертного совета сообщила руководитель регионального проектного офиса Гульнара Курбанбаева. Карагандинская область представила самый большой пул проектов по программе Рухани Жангру. Всего сформирован 431 проект. Реализация запланирована до 2022 года. Государственная программа Рухани Жангру – масштабный проект национального уровня, инициированный главой государства. Он уникален тем, что затрагивает все сферы жизнедеятельности. Об этом шла речь на заседании экспертного совета. И эти 431 проекты сегодня есть, наш с вами рейтинг, который может пополняться, добавляться, изменяться. Но это базовая основа. Все эти проекты рассчитаны до 2022 года, какие-то закончены в 2017, какие-то закончатся в 2022, какие-то двигаются в течение 3-4 лет. Общая сумма на сегодня 12 миллиардов, из которых почти 5 миллиардов, они за счет спонсорских средств. Для отбора проектов в прошлом году в Карагандинской области провели Дни гражданских инициатив. Целью этих дней было понять, какие проблемы больше всего волнуют население. Более 40 выдвинутых инициатив стали предметом обработки проектного офиса. В состав экспертного совета вошли ученые, общественные деятели. По сути, именно эксперты и принимают решения о жизнеспособности проектов. Тот план работы, который сформирован, он сформирован исходя из тех предложений, которые дал проектный офис экспертному совету. В первую очередь, исходя из тех, ну скажем так, поручений, которые были сцены. Я не зря говорила, что мы еще не вышли на такой проектный метод. Мы за то, чтобы это было. И поэтому у вас эти планы на практике, для того, чтобы могли их корректировать. В этом плане полная свобода действия экспертов так это сочетается. Уже в 2017 году было реализовано 169 проектов и акций. Наиболее значимыми из них были международный автокараван, посвященный 350-летию великого общественного деятеля Хаздаусты Хазбекби, арт-фестиваль ремесленников город-мастеров. Кроме того, открылась станция юных туристов в Каркаролинске. На нынешний год запланировали реализацию 238 проектов и мероприятий. Они распределены по четырем направлениям. Андрей Тен, Аман Хужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. В Караганде стартовал конкурс «Бизнес-леди Казахстан». На специальной пресс-конференции организаторы нового конкурса рассказали об условиях участия, призах и новых возможностях, которые откроются перед участницами. Никаких возрастных ограничений, только финансовая грамотность и умение очаровывать публику. Таковы требования нового конкурса «Бизнес-леди Казахстан», который нацелен на пропаганду развития женского предпринимательства. Более 50% руководителей малого и среднего бизнеса в Казахстане составляют представительницы прекрасного пола. Этот конкурс намерен показать общественности, какой многогранной и успешной может быть современная женщина, а также оказать поддержку всем предпринимательницам. Мы хотим поддержать данным конкурсом женщин-предпринимателей в развитии их бизнеса, чтобы они рассказали о своем бизнесе, чтобы это был пиар, потому что ведение бизнеса очень разное и по-своему каждый уникальный. Мы хотим популяризировать и поддержать женщину. Организаторы уверяют, участие в подобном конкурсе откроют для предпринимательниц новые возможности. Это очень хороший материал для того, чтобы мы дальше освещали его в СМИ, в социальных сетях, потому что самые интересные проекты, естественно, они будут как-то поощряться нашими партнерами, спонсорами и, возможно, в этом же проекте бизнес-женщины найдут себе инвесторов, потому что очень много компаний-инвесторов присматриваются именно к нашему проекту. В каждом городе для участия в конкурсе будут отобраны 15 участниц, которые в последующем покажут свои таланты и умения в четырех этапах. В Караганде многие женщины уже заинтересовались условиями конкурса. Татьяна Драх, одной из первых, согласилась принять участие в новом конкурсе. Бизнес-тренер никогда не отказывается от возможности получить ценный опыт. Я не ставлю целью стать победителем. Я когда сюда пришла, я стала осматриваться и думать, я, может, наверное, здесь самая старшая, что такие молодые и красивые девочки вокруг. В плане, конечно, конкуренции с молодостью достаточно сложно конкурировать, но для меня все-таки было важным это получение каких-то новых знаний. И я поняла, когда организатора спрашивала, чем же будет наполнена наша программа до 4 апреля, она достаточно будет очень насыщенной. И для меня это то, что я получу новые навыки, смогу их потренировать и использовать потом в своей дальнейшей профессиональной деятельности. 11 апреля в Караганде состоится финал конкурса, в котором 15 участниц всех возрастов будут бороться за корону и право называться «самой красивой бизнес-вумен». За участие в конкурсе каждой из них придется заплатить 300 тысяч тенге. Организаторы отмечают, что это является показателем финансовой состоятельности женщины. После регионального этапа следует и республиканский конкурс, победительницу которого ждут короны и многочисленные призы от спонсоров, одним из которых является поездка в Лондон. Тахжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области, как и по всей республике, стартовала призывная кампания. Свыше 17 тысяч молодых казахстанцев планируется призвать на военную службу. В местных органах военного управления уже проводятся медицинские осмотры и формируются первые команды. Более 17 тысяч молодых казахстанцев планируется призвать на военную службу нынешней весной. Примечательно, что впервые в армию призываются юноши, родившиеся в новом тысячелетии, в 2000 году. В областном департаменте по делам обороны отмечают, что подготовка и призыв граждан – процесс непрерывный. С момента приписки к призывным участкам и до призыва в армию – систематическое изучение молодых казахстанцев. Основной целью проведения изучения является выявление морально-психологического состояния призывника, ранее перенесенных заболеваний, состояния здоровья. Изучение у нас проводится как с самим призывником при личной беседе, так же при личной беседе с родителями призывника, опекунами призывника, производственным коллективом, где работает призывник. Главной целью изучения является определение морально-деловых качеств, а также состояния здоровья. В настоящее время полным ходом идет работа медицинских комиссий. По итогам прошлого года медицинское освидетельствование прошло более 25 тысяч призывников Карагандинской области. Из них лишь 70% признаны годными к строевой службе. Военные отмечают, что соотношения – годные-негодные – в последнее время остается на одном уровне. В последние годы увеличивается больных с глазами. Сейчас век технологий, сейчас пользуются планшетами, компьютерами, телевизорами. Потом еще в последние годы отмечается лор-болезни. Это антиты, мезонтимпониты. Почти не всех находятся в наушниках. Они свою роль имеют, играют. Вот чему можно порадоваться, так это тому, что значительно выросло количество призывников, желающих служить в армии. Для многих это реальная возможность устроиться в жизни. Особенно приветствуют военные, выпускников вузов и колледжей. Служить хочу лично, защищать родину от агрессии со стороны недоброжелателей. От армии не бегал. Пришел в отдел по делам обороны для прохождения медкомиссии, чтобы отдать долг родине и пойти служить в армию. Хочу служить в воздушных десантных войсках, потому что у меня служил брат, хочу пойти по его с подстопам и быть достойным его. Как сообщили в департаменте по делам обороны, комплектование войсковых частей осуществляется по экстерриториальному принципу. Иначе говоря, новобранцы будут служить в других регионах Казахстана. Военные также отмечают, что уже несколько лет призыв в армию это процесс открытый и прозрачный. И достигнуто это благодаря участию представителей общественности. Андрей Дэн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауболгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова